Пусть Бог благословит нас и скоро мы начинаем нашу беседу. Я приветствую всех тех, кто смотрит нашу онлайн-трансляцию. Пусть Господь нас благословит. Тема моей проповеди «Душа человека – хрупкая материя». Друзья, несколько дней назад я по обыкновению своему с утра вышел на молитву. И вот о чем я говорил нашему Господу. Я сказал следующие слова. Отец, я так давно не благодарил Тебя за то, что я хожу по этой земле своими собственными ногами. Я так давно не благодарил Тебя, Господи, за то, что я могу видеть, слышать, я могу чувствовать, у меня есть руки. Господи, вся слава Тебе за то, что мы, люди, так дивно устроены. И Ты творил нас по Своему образу и подобию. И я, душа живая, Господь, я благодарю за то, что сегодня я могу видеть все это, что меня окружает. И радоваться, по-настоящему радоваться жизни. Начнем с начала. Книга Бытие, 2 глава. Книга Бытие, 2 глава. 7 текст. И здесь написано. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице Его дыхание жизни, и стал человек душою живою». «Мы стали душою живою». Господь дал нам жизнь во Христе и Иисусе. Что такое душа? Если перевести с греческого языка, это дыхание. Если перевести с еврейского языка, то это жизнь. Душа – это совокупность. Совокупность нашей совести, наших сердечных намерений, нашей воли, наши чувства, эмоции, наш разум, сознание – все это входит в нашу душу. Друзья, вот уже несколько месяцев у меня есть одна беседа с молодым человеком. Этот человек не принадлежит церкви, скажем так. Он не верующий человек. Но может быть где-то отдаленно. И вот когда первый раз мы с ним встретились, он мне рассказал и делился со мной своей непростой судьбою. Я смотрел на него, я слушал его, старался слушать внимательно. Он говорил, что ему очень трудно. Он очень часто возвращается в прошлое. Он не понимает, почему вот именно все так сейчас в его жизни. Он не понимает, он просит совета. Что мне делать? Вот этот извечный вопрос, который мы задаем сами себе, да? Что делать? Ну что делать? И некоторые наши беседы заканчивались тем, что он говорил такие слова мне. «Знаешь, мне, наверное, нужно покончить с собой. Потому что я не вижу смысла в этой жизни. И я не вижу своей пользы для всего этого мира. У меня нигде ничего не получается. Семья разрушена. Ребенка забрали. Я один. С работы ничего не получается. Друзей как таковых нету. Что мне делать? Как мне жить? Я отвечаю ему, послушай, ты не смеешь вот так вот распоряжаться своей жизнью. Ты сам себе ее не давал. Как бы там ни было, друг мой, тебе нужно жить. Жить и бороться за свою жизнь. Да, будет трудно. И это не новость. Но то, что ты мне сегодня говоришь и рассказываешь, какие-то парадоксы в твоей жизни. Ты ищешь ответов. Сегодня ты заглянул в книгу какого-то психолога. Причем сомнительного содержания книга была. Сегодня ты обратился на какие-то каналы в интернете, каким-то философом. Сегодня тебе это понравилось, то, что этот человек говорил. Завтра тебе это не будет нравиться. А будет нравиться что-то другое. Послушай, мы должны быть стабильными людьми уже к какому-то возрасту. Мы не можем вот так вот шататься в этой жизни. Я ему говорю, понимаешь, твоя душа, она как будто птица в клетке. И причем дверцы этой клетки не заперты. Ты сам их запер. Дверца этой клетки открыта. Нужно вылететь на эту свободу. Ты сам себя заключил в какую-то клетку. Ты просишь выхода, ты просишь ответа у меня. Так у меня на все будет один рецепт для твоей души. Я вижу, что она больная. Один рецепт, всего лишь один рецепт на все и навсегда. Это Слово Божье и молитва. Это Слово Божье и молитва. И таких разговоров было очень и очень много с ним. И человек не знает, куда идти. Он не знает, что делать. Он часто возвращается в прошлое. И я ему говорю, зачем ты все это делаешь? Зачем? Все, там ничего уже не исправить. Твоей душе, твоему сердцу нужна свобода. И я ему привожу пример. Вот послушай, давай так. Вот твое прошлое. Вот сегодняшний день, допустим, сегодняшний день, и что-то в нем не складывается. Эти все психологи, философы и так дальше, это враги для тебя. Это враги. И вот я буду выступать за них. И представь, я тебя сегодня на тебя буду напирать. Своим мнением, своими принципами. То, что нужно делать, я буду диктовать тебе твою жизнь. Сегодня я буду диктовать, завтра кто-то другой будет диктовать. Я буду напирать тебя, на тебя. И буду подталкивать тебя к пропасти. Твоя реакция какая будет, скажи мне, пожалуйста. Какая реакция будет? Ты будешь сопротивляться. Но это естественно. Ты же не хочешь упасть. А это место, куда ты упадешь, безвозвратное. Оттуда не возвращаются. Ты будешь сопротивляться. Так вот, я говорю тебе сегодня, нужно сопротивляться. И для тебя сегодня нужен Бог, для твоей души. Нужно призвать Его в свою жизнь. Он в состоянии тебе помочь сегодня. Перечеркнуть все прошлое. И начать твою жизнь с чистого листа. Вы знаете, хочу процитировать вам один текст книги Юрия Власова. Юрий Власов – это олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, чемпион мира. Он написал книгу. И мне эта цитата, она очень понравилась. То, что он говорит. Послушайте. Надо воспитать себя, а точнее перевоспитать, дабы несчастье, горе, усталость и беды не обращались в подавленность, беспомощность, растерянность, страх, а наоборот, разбивались об энергию сопротивления, надо, чтобы единственным ответом на подобные чувства и события было поведение, организованное на преодолении печальных и трудных обстоятельств. Нет безвыходных положений. Есть дряблость души и неспособность верно организовать свою жизнь и поведение. Любое непреодолимое стечение обстоятельств должно вызывать лишь одну реакцию – волевой отпор поведением. Да-да, надо изменить главное отношение к жизни, взгляды на беды, несчастье и вообще на все. Любая беда, любые срывы, неудачи – это объекты работы и ничто другое. Нет безысходности. Нет безысходности. Выход всегда существует. Согласны? Выход, он всегда существует. И наша душа, она не в состоянии дряблости какой-то находится. Наша душа живая. И мы способны чувствовать, жить, дышать и идти вперед. Я ему еще раз повторяю, этому человеку, с которым у меня несколько месяцев беседа, не опуская руки, хватит уже обращаться к психологам или еще кому-то. Я не против них. Но есть то, что послужит для тебя жизнью. Это слово нашего Господа, Библия и молитва. Этот разговор с Богом. Ведь сейчас, когда мы с тобой беседуем, он здесь, рядом с нами. И он пытается достучаться до твоего сердца. Может быть, через меня. Он постоянно спрашивал этот человек, что мне делать. И я ему отвечал, послушай, я не буду кривить своей душой и сердцем. Я скажу тебе так. Я не знаток души человеческой. Но я знаю того, кто знает каждого человека на этой земле. Это Господь и Спаситель Иисус Христос. И я подчеркиваю, что для тебя нужен именно Он. И если мне что-то будет сегодня открыто в отношении тебя, само собой разумеется, я это тебе открою, чтобы твоя душа, она не находилась в плену, и ты не был связан по рукам и ногам. Господь способен дать тебе настоящую свободу сегодня и навеки вечной. Что нужно? Ты спрашиваешь, что мне делать? Нужно лишь одно. Призвать имя Господа и Спасителя и Иисуса Христа. И этого, ну скажем так, да не скажем так, и этого будет достаточно, достаточно для твоей жизни. Пусть Господь благословит всех нас. Бывает, друзья, что мы возвращаемся, будучи во Христе Иисусе, в прошлое. Буду говорить на своем примере. Я возвращаюсь. Почему-то память меня возвращает. И от этого здесь, на душе, у меня бывает больно. Не совсем были порядочные поступки, слова, жизнь. Но она была. Я не могу из истории своей жизни это все зачеркнуть. Не могу. Господь, только Он исцеляет душу и сердце. В прошлом все, там уже все разрешено. Есть сегодня, есть настоящий день. И им нужно жить. Аминь. Аминь. Слава Господу. Хорошо. Давайте мы с вами посмотрим на одну историю одной женщины. Евангелие Луки, 8 глава, 43 и 48 текст. Вам хорошо известна эта история. Это история женщины, которая болела кровотечением 12 лет. 12 лет. 12 долгих лет. Прочитаем. Итак, Евангелие Луки, 8 глава, 43 и 48 текст. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержавшая на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. И женщина, подойдя сзади, коснулась края одежды его. И тот час течения крови у ней остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отказывались, Петр сказал и бывшие с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, падши пред Ним, объявила Ему, пред всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему, и как тот час исцелилась. Женщина исцелилась. В Евангелии от Матфея написано, эта женщина в себе, самой, внутри себя, где-то сказала, если я прикоснулся, помните, то я исцелюсь. В ней была вера. Давайте мы посмотрим на жизнь этой женщины. Ну, 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 представим, эти 12 лет. Начало болезни, очаг. Она увидела очаг болезни в своей жизни. Что делать? Может, где-то какая-то растерянность? Да как так? Почему со мной это? Задавались вопросы внутри себя. Наверняка эта женщина, она планировала что-то. Она мечтала о своей жизни, да. Возможно, она мечтала о семье, о детях. Она моделировала свою жизнь и представляла, что будет вот именно так, как мне хочется. Но все это, все эти надежды, перечеркнула болезнь. И, возможно, она была одна. Она все свое имение раздала, чтобы исцелиться. Она каждому из этих врачей верила и приходила на эти приемы к докторам с надеждой, что именно сегодня вот этот вот светило медицины, он исцелит меня, и я стану здоровой. Я буду полноценным гражданином этого общества. И у меня будет семья, у меня будет муж, который будет любить меня. У меня будут дети. И много детей. И все у меня будет по-доброму. Но не так. Но не так получилось. Как вы считаете, друзья, болела ли душа у ней за все это? Ведь не только тело болело, я думаю. Но и здесь были какие-то мысли. И здесь сердечные намерения были на взводе. Какой-то надрыв был в душе. Ну почему? Да может быть, хватит уже и все. 12 лет человек болел. 12 лет. Понятно, что были времена оттепели, когда болезнь на какое-то время отходила от нее. И она смотрела на свою жизнь и радовалась. Все. Все закончилось. Я здорова. Но нет. Болезнь возвращалась и еще больше. И еще больше. И еще труднее становилась в жизни. И душа болела. И задавались вопросы. И вот этот момент. Это знаковая встреча с Иисусом Христом. Когда она сквозь толпу, сквозь эту толпу, люди теснили Господа. Она пробирается к нему. И всего лишь. Обратите внимание. За краешек одежды. Хотя бы за него. Чуть-чуть подержаться. И она подержалась. И в этот момент она исцелилась. Она исцелилась. Помните, что сказал Господь ей тогда? 48-й текст. Он сказал ей. Ободрись, дочь. Вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Ободрись. Все. Болезни больше нет. И именно вера, она спасла тебя. Наша вера, она спасает нас сегодня. И если у нас болит душа по каким-либо причинам, то наша вера в Иисуса Христа, в нашего Господа, она спасает нас. И если мы где-то были печальными и унылыми лицом своим, да, то сегодня Господь говорит каждому из нас, ободрись. Вера твоя, она спасла тебя. Иди дальше. Есть эта дорога. И сегодня, именно с сегодняшнего дня, началась твоя новая жизнь, здоровая жизнь, как телом, духом и душою. Аллилуйя! Сколько бывает у нас боли в сердце, в душе? Не один день, а многие года. Многие года. И мы не можем этого не открыть никому. По каким-либо причинам. Но не можем открыть. Когда мы говорили с этим человеком, с этим неверующим, я ему говорил так. У нас беседа состоится только лишь тогда, если ты хочешь что-то в своей жизни. Когда ты будешь говорить все честно. Я заставлять тебя не буду. Я в душу твою, простите меня, лезть не буду. Ты сам принимаешь решение, говорить мне что-то или не говорить. Но я могу тебе сказать одно, и это будь уверен. Все это, то, что ты мне сегодня скажешь, останется здесь. Или останется там, когда я буду идти и молиться, или в своей тайной комнате буду молиться перед Господом за душу твою, чтобы Господь тебя и спас, и оправдал. Бывает такое, да, когда мы в каких-то трудностях, в каких-то моментах, да, которые обременяют нас с болью нашей души, мы постимся, и результата нет. Бывает такое. Наши молитвы, они возвращаются в недра наша, как написано в псалмах. Складывается такое ощущение, как будто Бог, Он не слышит, Он все слышит, Он все слышит, и Он понимает, и Он видит душу твою, потому что Он творил тебя. И Он не оставит. Он обязательно поможет, чтобы ты был исцелен. Буквально несколько дней назад мы шли с дочерью, с младшей. И торопились, видели человека, который лежал, ему было очень плохо, он был в невменяемом состоянии, ему уже вызвали скорую. Мы постояли, я где-то в сердце помолился за него, он был нетрезвый, очень нетрезвый, он сильно упал, видимо, не мог подняться. И дочь у меня спрашивает, пап, он упал? Я говорю, да, упал. Ему, наверное, больно, спина болит. Я, знаете, такой, иду с ней, и говорю, знаешь, дочь, у него не спина болит, у него душа болит, но он, к сожалению, об этом не знает. И дочь меня спрашивает, а что делать ему? Семилетний ребенок, друзья, это семилетний ребенок, наши дети задают вопросы, очень важные вопросы. Я ей говорю, Маш, ему Бог нужен, ему нужен Бог, и ему не будет тогда больно. Не будет. В отношении наших детей, кстати говоря, вспомним притчу о блудном сыне. Вспомним, да? Младший сын, порывы сердца, желания, душа его, она захотела жить самостоятельно. Он был под влиянием, ну, видимо, своих похотей, раз так он поступил с отцом своим. Подошел к отцу и говорит, ну вот, я решил жить так, как захочу, решил жить самостоятельно. Отдавай мне часть имения, и я пойду в эту страну. Он шел, наверное, с надеждой, что все у него получится, все у него будет устроено, и так дальше. Но, как мы знаем, результат этой истории был плачевным. Он остался ни с чем, он прогулял абсолютно все. Посмотрите на душу и сердце отца. Как вы считаете, она болела за своего ребенка? Да, конечно, она болела. Как вы думаете, отец представлял, как все закончится? Я думаю, он знал, что именно так получится. Что его сын по неразумению своему расточит все имение и вернется ни с чем. Но он ждал, он надеялся, отец. Его душа болела за жизнь своего ребенка. Вот моя отцовская душа болеет, ну в хорошем смысле этого слова, за моих детей. Почему? Но мне хочется, чтобы они выросли нормальными, здоровыми людьми. Но бывает так в нашей жизни, что наши дети подходят к тебе и заявляют, а я вот это вот сделал и вот то сделал. И ты задаешь вопросы, да как так? Я же тебя учил другому. Ты почему так поступил? Ты почему так поступил? В Слове Божьем же вот это и вот это написано. Неужели ты не слышал? Я же тебя учил этому или мы тебя учили. А у них находятся аргументы еще у наших детей. Причем серьезные аргументы. Они говорят, а где это написано? Понимаете? А где это? Вот где это написано? То есть они как бы получаются правы, что мы вот сделали вот это и хорошо. И это, ну, это в порядке вещей. Да как? Нет! Этого не нужно быть, ну, делать. И вот так бывает. А посмотрите на этого блудного сына, друзья. Как вы думаете, душа его болела? Она у него была хрупкая материя. Она у него болела. Сначала это порывы души были на то, чтобы жить так, как захочу. Гулять и веселиться и так дальше. Потом он остался один. Никто его никуда не принимал. Никому он был не нужен. И вот здесь вот душа, она заболела. И он говорит слова. «Встану и пойду к отцу своему». Вот эти чувства, которые там где-то в глубине, они начали пробиваться к здравомыслию, к рассудку его, к сердцу. И он встает и идет. Идет к своему отцу. И, конечно, он надеется на то, что будет вот так, как он представил себе, хотя бы слугой, хотя бы рабом. Но когда они встречаются со своим отцом, то отец говорит, вот, он живой. И слава Господу! Он пришел в дом. Он живой. Он вернулся. Наша душа бывает болит за наших детей. У нас есть одно молитва. Молитва за наших детей. Когда мы за них молимся, когда мы их увещеваем, учим их страху Божьему, благословляем их. Пусть Господь нас благословит. Наши души, друзья, знаете, они, правда, она хрупкая такая, Мадея. Ну, я буду говорить хорошо за себя. Я бываю очень человек ранимый. Но я знаю одно, как написано в Псалме, 61-й Псалом. И там написано, вторым текстом. Вторым текстом написано, только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только в Боге успокаивается, только в Нем я нахожу себе покой и радость, и мир, и какое-то устройство. Это говорит царь Давид. И если сегодня, друзья, в нашей жизни и в нашей душе складывается как-то не так, и где-то что-то больно, и какие-то раны, возможно, сегодня дают о себе знать, то мы знаем, что написано в Слове. Только в Боге успокаивается душа моя. Только в Нем я найду эту радость. Я увижу свою душу и свое сердце, и мне не будет так больно. И Господь благословит меня и исцелит. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Друзья, берегите, берегите себя, берегите своих родных, берегите своих близких, берегите детей. Они бывают в возрасте, в раннем возрасте, где-то ранимые. Их нужно беречь. И свои души нужно беречь и хранить в чистоте, в святости, в праведности нашего Господа Иисуса Христа. Но будет трудно, но бывает. Но ведь эта женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, но ведь она не сдалась, она верила и надеялась. Так вот, по примеру ее мы сегодня верим и надеемся на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть Бог нас благословит. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Аминь. Друзья, давайте мы помолимся. Иисусу Христа. Иисусу Христа. Продолжение следует...